57 миллионов рублей на благоустройство. В Бородино появится новое общественное пространство. Будут демонтироваться все опоры освещения, будут устанавливаться новые освещения, новые светильники, новое покрытие из брусчатки трех видов. Клятва верности Отечеству и профессии. В Железногорске приняли присягу более трехсот курсантов Академии МЧС. Торжественное приносит быть честным, мужественным и самоотверженным. Приложить все свои усилия и умения, чтобы стать профессионалом в выбранной области знаний. Открыли новый спортивный сезон. Лесосибирские школьники поучаствовали в ежегодном кроссе «Золотая осень». Я практически не готовилась. И для меня это первый опыт, когда я так быстро лежала. Бородинцы стали победителями краевого конкурса на лучший проект по благоустройству. Уже сейчас началась реконструкция большого участка от улицы Ленина до Октябрьской. Подрядчики демонтируют бордюрные ограждения на тротуарах и проезжей части. Потом заменят старое асфальтовое покрытие на новое. Будут демонтироваться все опоры освещения, будут устанавливаться новые освещения, новые светильники, новое покрытие из брусчатки трех видов. Привыкать будут от площади и до улицы Ленина. Пешеходные дорожки будут оформлены брусчаткой. Проезжая часть сохранится, но здесь положат новый асфальт. Кроме того, вся территория новой аллеи будет дополнена насаждениями. В Красноярском крае лишь три территории вошли в число победителей конкурса «Лучший проект по благоустройству». Попали города Минусинск, Девногорск и Бородино. Вот нам выделено 57 миллионов. Деньги, конечно, огромные, но и работ очень много. Сейчас подрядчик вышел тот, который имеет опыт благоустроительных работ. Они в прошлом году более двух миллиардов освоили в Красноярском крае. Освещение этой территории потом мафами – это уже проще. Можно делать и по морозу. А вот сейчас делать надо основные земляные работы, а здесь надо уложить только брусчатки порядка 6 тысяч квадратных метров. Городская администрация постоянно поддерживает связь с подрядчиком. Совместно со специалистами службы единого заказчика отслеживает все этапы реализации проекта. Весь объем запланированных по проекту работ подрядная организация должна выполнить до конца октября. В администрации Каннска подвели итоги конкурса на предоставление субсидий некоммерческим организациям. Свои социальные проекты представили шесть групп активистов. Общий размер выплаты, выделенный краевым бюджетом Каннску, составил 280 тысяч рублей. Большую часть денег удалось получить общественному объединению инициативной молодежи «Фурор». Мы заявлялись уже на грантовой площадке и, к сожалению, не получалось нам получить финансовую поддержку. Поэтому в этот раз мы были уже настроены, что, возможно, тоже, либо это будет уменьшенное финансирование, что слишком маленькая сумма будет. Не ожидали такого результата. И когда Степан сообщил, я, к сожалению, не присутствовала, когда объявляю результат, только во время защиты там была. И он мне когда позвонил и сообщил, что мы первые, я, наверное, еще дня два не могла прийти в себя и поверить, что вот такой результат у нас есть сегодня. Активисты планируют провести масштабный слет всех волонтеров города. Нужен он для того, чтобы те обменялись опытом и научились чему-то новому. Пока ребята только разрабатывают план мероприятия, ищут спикеров и надеются, что все у них получится. Это мероприятие станет для участников своеобразным конкурсом. Организаторы хотят поощрить лучших. В рамках нашего фестиваля мы проведем конкурс. Это «Добровольство города Каннска. Лучшие организации и лучшие социальные проекты». В рамках этого всего мы выявим 20 лучших самых волонтеров по разным направлениям, номинациям. Выявим три самых лучших организации, либо же это будут какие-то отряды. И выявим три самых лучших социальных проекта, которые реализованы на сегодняшний день в нашем городе. В администрации Каннска говорят, что ранее в этом конкурсе некоммерческие организации участвовали неохотно. А все из-за того, что финансирование было маленьким. Впервые выделена такая субсидия. В муниципальной программе мы закладываем деньги на софинансирование. Эта сумма абсолютно небольшая. 37 тысяч она составляет. Но в связи с тем, что эта сумма есть, мы все равно ежегодно проводили. Уже на протяжении двух лет мы проводили эти конкурсы. Понятно, что интереса к таким суммам нет. С учетом того, что у нас все участники, которые в этом году были, они опытные. И сумма там в 18 тысяч рублей, в 20 тысяч рублей, она им абсолютно неинтересна. Фурор на реализацию своего проекта выиграл 100 тысяч рублей. Грант в 80 тысяч получили представители Федерации брейк-данса. Третье место между собой поделили местная общественная организация ветеранов и организация по поддержке семей с детьми с ограничениями здоровья. Они забрали по 50 тысяч рублей. Реализовать свои проекты победителям грантового конкурса нужно до конца этого года. Юные физики, математики, кондитеры, артисты получили именные стипендии за свои достижения. Торжественная церемония прошла в Большом зале администрации Красноярска. Три десятка студентов, краевых техникумов и профессиональных училищ удостоились почетной награды за успехи в учебе и достижения на конкурсах профессионального мастерства. Каждая стипендия носит имя выдающегося красноярца. К примеру, за достижения в области педагогики и литературного творчества присуждается награда имени писателя Виктора Астафьева, а за успехи в технических областях имени академика Михаила Решетнева. В этом году гранты присуждались в 10 номинациях. Лауреаты проходили жесткий отбор. Из 70 заявок были одобрены меньше половины. Я теоретик музыки, уже выпускной курс. Я имею написанную мной композицию, написанную мной в статье, участвовал в международных конкурсах. И, в общем-то, за все них, наверное, я и получил свое достижение. А я собираюсь откладывать ее на дальнейшее обучение, поскольку это очень важно для моей дальнейшей карьеры. Не стоит останавливаться на том этапе, который я достиг. В Красноярском крае начнут принимать нормативы ГТО у людей с ограничениями здоровья. Комплекс разработали питерские специалисты из Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья. Омучения прошли 58 руководителей и специалистов центров тестирования из 14 городов и 18 районов края. За успешное выполнение заданий людям с инвалидностью также будут присваивать знаки отличия. Все желающие могут регистрироваться на сайте, изучать свои нормативы, получать медицинский допуск, записываться на тестирование и быть готовыми к труду и обороне. На сегодняшний день на территории нашего региона открыты 64 центра тестирования. Более 300 первокурсников Академии МЧС принесли клятву верности Отечеству и профессии пожарного спасателя. На плацу учебного заведения состоялось торжественное приведение к присяге курсантов факультета инженеров пожарной безопасности и принесение клятвы студента МЧС России. В этом году в церемонии принимало участие рекордное количество первокурсников – 306 молодых людей. Торжественное клянутость – быть честным, мужественным и самоотверженным. Приложить все свои усилия и умения, чтобы стать профессионалом в выбранной области знаний. Новобранцы принесли клятву верности Отечеству, профессии пожарного спасателя и традициям МЧС России. Перед личным составом Академии выступил заместитель министра МЧС России генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов. Он поздравил первокурсников от лица министра МЧС генерала-полковника Евгения Зиничева. Вступая в ряды сотрудников Федеральной противополарной службы, принимайте на себя высокую ответственность за обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, уважение их прав и свобод. Уверен, что клятва верности нашей стране и ее народу навсегда останется в ваших сердцах и будет надежным и ориентированным в службе. Заместитель министра МЧС России вручил личному составу Академии ведомственные награды за участие в ликвидации чрезвычайной ситуации в Иркутской области. Среди почетных гостей были представители духовенства, общественных организаций Железногорска, градообразующих предприятий и администрации. У вас закончилось детство, у вас начинается серьезная взрослая жизнь. Вы выбрали непростую профессию. Это делает вам честь. Вам еще очень много надо будет потрудиться, чтобы стать настоящими спасателями. Академия не случайно создана именно в городе Железногорске. Это очень серьезный город. Здесь работают два предприятия федерального значения. Горнохимический комбинат, акционерное общество информационной спутниковой системы. Обеспечение безопасности на этих предприятиях всегда очень важно. И обеспечение безопасности в городе, соответственно, для функционирования предприятий, всегда этому уделяется огромное значение. На мероприятие приехали не только высокопоставленные гости. Среди зрителей было много друзей, новобранцев и родителей. Ощущение обалденное. Все очень здорово, все было очень красиво. Праздник просто великолепный. Единственное место, мы все замерзли, особенно наши дети. Ну, а в общем-то, все здорово. Все было очень круто, все классно. Я очень рада, что я поступила сюда. Я дала студента. Все просто прекрасно. Честно, холодно стоять так. А так, красиво. Все сделано. После церемонии для гостей выступил взвод почетного караула Академии. Завершающей частью программы стали показательные выступления курсантов факультета инженеров пожарной безопасности и студентов по проведению аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортном происшествии. В Лисосибирске прошел ежегодный кросс «Золотая осень» среди школ города. Эти соревнования посвящены открытию нового спортивного сезона. Сегодня бегут практически все общеобразовательные школы. Погода немножко подкачала, но то не останавливает спортсменов. И, соответственно, по разным возрастным категориям будут разные дистанции. Такие состязания проводятся в Лисосибирске более 50 лет. В кроссе участвуют несколько возрастных групп. В зависимости от этого ребята будут бежать 500, 1000, 2 и 3000 метров. После лета, ну то есть я весь июль готовился к ГТО, ну то есть помогло это. А большое спасибо я хочу передать тренеру, который вел нас в форму после такого длительного лета. Ну, волнения чуть-чуть были. Потому что это все равно городские соревнования, но тем не менее вырвался вперед. Тяжеловато было, потому что давно не бегал дистанции такие. На тренировках, да, там бегаешь, на тренировках, а здесь на скорость надо, на выносливость. Ну и хорошо пробежал, довольна своим результатом. Я удивлена. Я думала, я не пробегу. И то, что я пробежала первого, вообще для меня восторг. Бежать было достаточно нелегко, но все же я пробежала. Я практически не готовилась. И для меня это первый опыт, когда я так быстро бежала. Так как данные соревнования включены в календарь спартакиада учащихся, то каждый в зависимости от занятого им места приносит в общий зачет определенное количество очков. После окончания всех стартов в конце года победителям будут вручены призы. На этих состязаниях по общекомандным результатам первое место присудили участникам из шестой школы, второе отдали ребятам из девятой. Почетное третье место заняли ученики первой школы. Спасибо. 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 Спасибо.